Продолжение следует... Если вы не боитесь, что будем сажать вас, значит мы будем сажать ваших невиновных родственников. Я, естественно, продолжу свою работу, я продолжу все, что я делаю, я буду делать это, может быть, сейчас даже с дополнительной энергией, потому что у меня есть, как вы видите, дополнительная личная мотивация на этот счет. Я, естественно, выражаю поддержку семье своего брата, его детям, его жене, нашим родителям. Я очень сожалею, что так получилось, но, тем не менее, свою работу я не остановлю, я всех призываю делать все для того, чтобы бороться с этим коррумпированным режимом, который таким образом мучает людей, пытает людей и совершает беспредел в отношении людей совершенно невиновных. Если есть какие-то юридические вопросы, моя защита, я готов ответить. Мы будем обжаловать приговор, апелляционное определение, которое сегодня вынесут, соответственно, в кассационном порядке, в надзоре и в Европейский суд тоже будем обращаться. Там уже зарегистрирована жалоба, касающаяся дела и форошея, вот этого судебного разбирательства. В жалобе дан приоритет. В части штрафа, да, назначенный штраф Алексею Анатольевичу, собственно, суд отменил. С сегодняшнего дня домашний арест действует перестал. Не с 15-го, как вы все полагали, а именно с сегодняшнего. С сегодняшнего дня я нахожусь в таком новом статусе за последние три года, то есть у меня нет ни подписки, а ни выезда, ни домашнего ареста. И впервые за три года, ну, за границу я, естественно, выехать не могу, у меня даже загранпаспорта нет, и мне запрещено. Но, по крайней мере, сейчас у меня есть возможность посещать другие города России. Глядя, конечно, на динамику допросов и обысков в отношении сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, я предполагаю, что это до нового обвинения, которое, скорее всего, мне предъявят в ближайшее время. Но вот сейчас я впервые за три года теоретически могу поехать в Сочи или в Крым. То есть, на 1 марта вы идете на митинг? Естественно, 1 марта я иду на митинг, и я ожидаю, что все нормальные люди, которые хотят нормального развития страны, которая может жить богато и счастливо, без коррупции, с нормальной правовой системой, и с тем, чтобы национальные доходы, нефтегазовые доходы распределялись справедливо, все эти люди выйдут на митинг в Москве и других городах по всей стране. Что касается самих изменений, сложно сказать, какая-то действительно очень странная вещь, отменили этот 500-тысячный штраф, почему его отменили мне, но не отменили Олегу и так далее, никто этого не понимает. Видимо, мы получим какую-то информацию, когда получим определение на руки, но там, опять же, даже с формальной точки зрения суд не решил кучу вопросов. Например, у меня арестованы все банковские счета. Судья должна была сегодня решить, что с этим делать, потому что они по-прежнему остаются арестованы, несмотря на то, что, в общем-то, приговор вступил в законную силу, и нет решения об их отмене или что-то еще. И так далее, и так далее. Мы видим, что этот приговор с формальной точки зрения по-прежнему абсолютно неправосуден. Спасибо большое, спасибо всем за поддержку, мы увидимся с вами еще много-много раз. Все приходите на антикризисный марш Лесна 1 марта в Москве и в других городах. Спасибо.